Начинаем мы опять с заварения чая. Вот у нас красивый чай, золотого цвета, но он называется при этом красный. Называется он Динхун Дзиньхау. А почему он золотой, а называется красным? А красный потому что по цвету настоя, а золотой потому что по сухому, чайному листу. Но когда он рос, он был белый, покрыт белым ластиком. Ну вот все сложно. Вообще запутали? Как пишут в статусе ВКонтакте, все сложно. Не, ну... Но вкусно. Первое, что нужно сказать, да, вот первое, вы уже сказали, это вкусно, второе, что нужно сказать, это красиво, реально вот красиво. Ароматно. Да, третье ароматно. Да. Какие еще достоинства? Ну, китайцы говорят, что четыре совершенства чая есть. Прекрасная форма. Я сейчас точно пятый найду. Цвет чайного настоя. Так. Там аромат, вкус. Так. Сколько ты уже сказал? Ой, я уже запутался. На самом деле, больше скажу, почему мы периодически выбираем именно эти чаи, потому что, ну, вот я имею в виду красные, да, потому что они дают достаточно приятную активность. Да, можно... Да, подряд. Активно двигаться, а с учетом того, что мы очень давно... А я вам бежал Гайвань сегодня для заваривания чая. В очередной раз. Не чай. Сегодня Гайвань, да. Хорошо. Потому что нам нужно чай попробовать, давно не пробовали. Не, на самом деле, это исключительное случаем. Мы практически никогда не пьем в Гайване, и сегодня это уникальный эфир, который у нас, да, будет с Гайвань. Давай засыпаем? Можно я? А вот еще одно достоинство, да, прекрасный запах. Да. Пахнет приятно очень. И ароматов в нашем чае будет три, как минимум, три качества. А в действительности будет столько, сколько мы будем раз чай заваривать. Ну... Вот сейчас мы второй будем пробуждать аромат. Для этого во влажный, горячий Гайвань его засыпем. Хорошо, Василий, у меня сразу вопрос. Да, вот у нас сегодня эфир по поводу того, как удивить друзей. Чем можно удивить? Вот мы взяли конкретно вот этот чай. Можете сказать, чем можно удивить, если у нас этот чай? Ну, а вот если так потрясти, ну, желательно, чтобы весь чай не высыпался, конечно, после этого. Но этим тоже можно удивить. Да, тоже можно удивить, да. Как так, закрытый Гайвань, и из нее высыпается чай. Да, да, да. Ну, не сильно высыпался, надо сказать. Это вот второе качество аромата. А третье, будет аромат уже непосредственно заваренный. Красота. Красота. Ну вот, а по поводу друзей скажу так. Давайте. Что для того, чтобы удивить друзей и порадовать, нужно, как всегда, с друзьям мы делаем. Все как для себя. И даже можно чуть-чуть лучше. Вот тогда будет удивление у друзей и радость. То есть удивление со знаком плюс. Удивительно, можно самим чаем, можно предметной средой чаепития, можно процессом, можно результатом. А лучше тем и другим вместе. Хорошо. Во-первых, допустим, можно формат, о разном формате говорить. То есть мы приглашаем друзей к себе домой. Что они видят, если мы любим чай? И что их уже удивляет при этом? У нас чай выделен дома от всех кухонных процессов кулинарных. То есть кухня, она, ну если в доме нет гостиной, она для приготовления пищи и для ее поглощения. А чайный уголок, чайная комната, она находится у нас непосредственно в доме. Я прям к самой первой заварочке. Ну вот хорошо, допустим, там, где поблизь библиотека находится. Потому что в библиотеке можно какой-нибудь шкафчик пристроить, там разложить чаи. Вот, пуэры можно вообще класть между книжек или на книжки. Они так органично очень выглядят. И люди будут подходить к шкафу, спрашивать, что там у тебя такое. Ну, скажешь, открывайте, посмотрите. Они будут помимо книжек видеть и фотоальбомов, видеть и прям лепешки с чаями. Могут их брать, в руки смотреть, открывать. Можно показывать, там, рассказать об этом чае, где он произведен. Ну, что касается пуэры, вот... Как мы его храним. Там чашки можно с водой наставить. Можно вдобавок сказать, да, чем вот, допустим, удивляет наш общий знакомый. У него стена из шу-пуэра вся выложена. Да, то есть вот еще один вариант, если вы себе можете позволить, выложить стену из шу-пуэра. Соответственно, будет прекрасный запах, необычный внешний вид. Да, и, в общем-то, это я... Ну, это, в принципе, необычно даже для Китая. То есть это некое очевидное заявление, во-первых, о том, что у тебя есть ресурсы, деньги. То есть это возможность блеснуть. Ну, это как исключительный случай. Во-вторых, это стильно, прикольно, по-чайному, да. Но вот чайный уголок нужен обязательно, потому что возникает сразу вопрос, а где с друзьями пить чай? Вот, как мы уже сказали, чай должен быть выделен, вынесен из формата кухни, подальше от пряности, от еды, от приготовления пищи. И чайный столик, вот, ну, это может быть любой журнальный, допустим, столик небольшой. Можно, если вы там какие-то мега-йоги гибкие, можно прямо на полу накидать подушек, допустим, постелить такую бамбуковую циновочку, на нее поставить вот такую чайную доску. Вот, и это уже будет какое-то чайное место, какое-то чайное пространство, какой-то чайный формат, куда можно друзей пригласить, чтобы они расслабились и посидели по-восточному. Вы разрушили все стереотипы, потому что, ну, в большинстве своем люди все-таки пьют на кухне. Ну, чай, его не пить, не хранить не стоит на кухне, в кухонном формате, потому что все равно на кухне, если даже вытяжка хорошая, есть пряности, есть ароматы там готовящейся еды, и это все чай впитывает, собирает себя, и, как правило, тесновато, вот тоже. В принципе, вот как мне кажется, если мы сейчас говорим, допустим, о городе, или, допустим, о Москве, если райончик какой-нибудь зеленый, здорово попить чай на балконе тоже иногда. Да, вообще классно. Можно созерцать окрестности, смотреть на горизонт, пить чай, и тем самым тоже можно здорово удивить друзей своих и порадовать. Но это формат самого процесса, то есть где попить чай, показать, как мы храним, показать красивые баночки, показать там изящную чайную посуду, что-то потом, может быть, из этого подарить, или вручить какой-то заранее приготовленный подарок. Но есть еще и сам непосредственно чай, как таковой. То есть как удивить самим чаем? Ну, во-первых, китайский чай им хорош тем, что он сам по себе удивляет. И когда, ну, как говорится, есть так русская пословица, незваный гость хуш татарина, и, как правило, мы знаем, кто к нам приходит, наших гостей, сам их приглашаем, и они приходят на какое-то событие. И для нас этот человек, которого мы более-менее знаем, и мы можем предположить для каждого из наших гостей, что мы в состоянии предложить, чтобы их удивить. То есть чай работает, взаимодействует с человеком. Соответственно, когда мы хотим наших друзей удивить, мы представляем какой-то образ человека, его предпочтение в еде. Мы все это знаем, вкусы там в цветах, в одежде, в форме проведения досуга. Это все дает возможным как-то создать определенное предложение для каждого друга, которое бы его порадовало. И можно с этим как-то поиграть. То есть приготовить много-много баночек с чаем, насыпать из своей коллекции разные чаи. Вот пришло, например, пять друзей. Ты предполагаешь, что каждому из друзей понравится, и раздать эти баночки, и подтвердить или опровергнуть свои собственные предположения. Когда мы начинаем с этим играть, ну, начинаем играть в какую-то игру, ну, такой своего рода, такой прикольный какой-то квест организовать. То есть каждому даем баночку. У нас уже баночка на работе. Каждый человек вдыхает, да. Аромат производит свое впечатление. Он у него рождает какие-то ассоциации приятные. Вот. Можно, допустим, один и тот же чай всем показать. Какой-то яркий, глубокий. Или разные чаи, но как бы чтобы каждый с ним, с этим чаем познакомился. Познакомиться, но заварить все-таки лучше один, да? Потому что пять чаев одновременно заварить, потому что каждый скажет, «Вот, это мой чай, я хочу». Нет, каждый одновременно, конечно, не стоит. То есть процесс заваривания чая, это всегда… То есть это повод увидеть еще как минимум пять раз своих друзей. Да, это всегда процесс, ну, который происходит здесь и сейчас. И у каждого все равно будет ощущение, даже если один и тот же чай пьется, ощущения от чая будут свои, индивидуальные, и люди могут ими в состоянии поделиться друг с другом. Я понял. У меня еще достаточно такой простой вопрос. Можно взять, вот как мы уже говорили, бумажку всем раздать, чтобы каждый, ну, в игровом формате, в игровой форме записал свои ощущения чай. Ну, потом скрывать и, соответственно, как-то озвучивать. Хорошо. У меня такой вопрос. Есть определенные сорта, которые… А, последствия? Нет, они, в принципе, присутствуют на рынке, их много. Да, и очень часто у продавцов они просто пересекаются. То есть, мы смотрим, почти все продают одно и то же. Да, и если пришли друзья, которые часто пьют чай, и, в принципе, в нем более-менее разбираются, можно ли найти какие-то уникальные сорта, может быть, у нас, может быть, еще у кого-то, я не знаю, как мы это советники, которые действительно сильно удивят. Да, то есть, человек их приобрел, показал своим друзьям, тебе сказали, вау, вот это да, то есть, никогда не пробовали, они сильные, классные, вкусные, где взял? Есть здесь все равно такие моменты, которые нужно рассматривать в каждой конкретной ситуации. То есть, если у нас друзья, которые к нам пришли не афиты, ну, то есть, которые начинают с чайной темы знакомиться, или знают ее поверхностно, или знают там ее в таком привычном для всех бытовом формате, я, на самом деле, предлагаю хороший красный чай в таких ситуациях, либо моли хуача, то есть, чай с жасмином зеленым. Потому что красный чай, вот, например, который мы сейчас пьем, Динхун Дзинхао, Динхун, золотые ворсинки, с одной стороны, он соответствует пониманию классического русского, российского чая, то есть, это тот чай, который мы называем черным, с другой стороны, каждая из его качеств, то есть, и аромат, и вкус, и цвет настоя, и длительность его раскрытия, и его какие-то свойства, воздействия, они качественно отличаются от обычного чая, и они выводят, как бы, человека на новый уровень ощущений, то есть, делают его восприятие чая богаче, и доставляет радость. Хорошо. То есть, вот через это зайти, допустим, если человек знаком с чаем примерно, или через жасминовый чай, то есть, вроде бы, вот он жасмин, вот он зеленый чай, но там такой спектр, такой комплекс ощущений позитивных, интересных, глубоких, человека раскрывает, он начинает фантазировать, представляет себе какие-то образы, то есть, все меняется. Хорошо. Если знаток, другая тема. Да, у меня достаточно вот такой вопрос в дополнение. Вот чай мы сейчас рассматриваем непосредственно, да, данный, либо вы сказали про жасминовые чаи, если брать непосредственно у нас, вот они чем-то отличаются от других, то есть, вот, может человек прийти и сказать, слушайте, вот я принес чай, вы пробовали жасминовый? Люди говорят, да, мы уже там жасминовый давно пьем, а тут человек пришел, говорит, а вы попробуете вот этот. Вот что может уникального такого дать тем людям, которые уже пили? По сравнению со всеми вот остальными. В том плане, что по жасминовым чаям, например, мы как бы выбрали только две провинции. То есть, это провинции, опять же, с моей точки зрения, из традиционного китайского взгляда, они наиболее адекватны по отношению соединения чая и жасмина. То есть, это провинции Фудзянь и провинции Сычуань. А что там уникально? Уникальное, Фудзяньские, например, чаи, их уникальность, то, что используется необычайное местное сырье. Местное сырье, все чаи, как традиция китайская говорит, из Фудзянь, все очень белые. Что это значит? Собирается сырье для зеленого чая ранней весной, и сорта деревьев там такие распространены, которые покрыты все листочки и почки белыми ворсинками. Они такие вот, как ива наша. И даже зеленые чаи там похожи на белый. Собираются такие побеги, классные, качественные, мощные, и подвергаются совместной сушке с жасмином по определенной сложной технологии. В результате этой совместной сушки с цветами жасмина происходит насыщение чайного аромата натуральными цветами жасмина, без всяких дополнительных добавок, и потом еще эти цветы вручную выбираются. Исчекают, чтобы не искажать чайный вкус своим присутствием. Получается достаточно нежный, да, как бы, в коррении жасмина. Нежный, тонкий, и он прям в глубине аромата. Вот такой сок есть, Моль Чаван называется, Владыка жасмина. Вот он один из лучших, в принципе, жасминовых чаев в Китае и в мире, соответственно. И вторая провинция Сычуань. Там стилистически чаи выглядят по-другому, там присутствуют цветы в чаинках зеленого чая, но при этом это их не портит, потому что и жасмин там несколько другой, снова чай тоже высочайший, выдающийся используется, зеленый. Даже иногда в Сычуань используют жасмином те сорта зеленых чаев, которые не производятся в чистом виде. И, как говорят про Сычуань, чаеводы из Сычуана знают и понимают в зеленом чае, в том числе и в жасмином, практически все. Все нюансы, все тонкости чая чувствуют. И мы, например, не занимаемся жасмином чаями из провинции Юнань. Как бы, там очень массовый чай производится из довольно посредственно не совсем подходящего для этого сырья чайного. И в других провинциях, в принципе, тоже здорово-здорово отстают чай уже сменой вот от этих двух провинций. И они несут стиль или вкус терруара, региона, то есть они узнаваемы. Понятно. Внешне можно отличить и можно нашим гостям, друзьям еще это и объяснить, чтобы они потом делали уже правильный выбор. Потому что тот же Мальчаван, он копируется часто, владыка жасмин, этот чай. А что копируется? Я так понимаю, что... Ну, копируются, похожие сорта чайных деревьев используются. Внешне, да? Выращенные, да, в другом регионе. Если человек внешне ее посмотрел, очень похоже. Да, отличие там все равно есть, потому что в фудзиане прям плотные, мощные, жирные такие почки. Это на уровне просто внешнего вида, вы говорите, да, отличие есть? Да, естественно, в букете, в аромате, в структурировании его. Но все это можно почувствовать. Мы... Наше восприятие, оно готово, чтобы воспринять прекрасно и сравнить прекрасно и посредственно, тем более, с плохим. Хорошо. А вот что касается красного чая. Вот мы его пьем, в принципе, там, куча эпитетов ему сказали, можно ли там однозначно говорить, что он лучше подавляющее большинство чаев красных, которые присутствуют на российском рынке? Например, да, человек его взял, приподнес своим друзьям, ребят, и друзья сказали, прекрасный чай, да, действительно удивило. Да, это финцинский деньхон, во-первых, это технология того региона, в который была придумана первая, ну, первый раз был сделан именно в этом регионе провинции Юннань чай в стиле гунг-фу, в стиле умелого или мастерского чая, содержит огромное количество почек, очень душистый, очень ароматный, довольно ранний по собираемому сырью, соответственно, у него максимальная душистость. Вот, может быть, не такой вот конкретно у этого сорта темный цвет настой, вот, кто любит потемнее, можно взять, допустим, Динхун Маофе, вот, из того, что наша коллекция представлена, он более темный цвет настой. Ну, это уже на пустоцвет, да? Да, этот чай дает посветлее цвет настой, но зато аромат, душистость, вот эти показатели, они намного выше, потому что аромат, он связан с содержанием у красных чаев почек и их соотношением с листьями. То есть, чем почек больше, тем чай ароматнее, тем чай душистее, но тем он несколько менее экстрактивен. Ну, это, на мой взгляд, не недостаток чая. Но здесь... Экстрактивность это насыщенность, густота, плотность вкуса. Правильно я понимаю, что здесь может быть удивление именно насыщенностью, ароматом, ну, цвет, уже оттенки. Вот цвет, наверное, увидят именно профессионалы, да? То есть, тот, кто хорошо разбирается в чаях, он увидит вот эти вот окантовку немножко другого цвета, да, наполнение, прозрачность. То есть, это вот уже отдельные какие-то такие вот сверхдостоинства, которые... Да, ты знаешь, я думаю, что парадокс вот этот работает на самом деле и в России. Вот китайцы, например, говорят про чай. Выпил, понял. То есть, попил, посидел с друзьями, получил удовольствие, получил от чая как бы кайф, приятные эмоции от аромата, от вкуса, от воздействия чая. Это самое главное. Красота. Как бы рассуждения, разговоры, они без чая довольно-таки бессмысленны. Но я пытаюсь... Поэтому в России, да, вот продолжая то, что ты сказал, большинство людей, которые побьют такой чай, не поймут вот его. И получит традиционное позитивное ощущение чайное, но намного более высоком уровне. Все качества в этом чае проявлены. При первом знакомстве, узнаваемость, потом идет удивление. Удивление по одному параметру, по другому, по третьему. И общее, целостное, новое, интересное, живое впечатление. Теперь еще тема знатоков или гурманов чайных. Потому что друзья бывают разные, есть друзья, у которых чай разбираются, и это вообще на самом деле очень классно. И их встает вопрос, чем их удивить. Допустим, к тебе придут на чай друзья, которые чай любят, пьют. Ты хочешь удивить их чем-то новым, необычным. В первую очередь опять же нужно уделять тем, что удивляет тебя самого. То есть нельзя никогда брать того самого, о котором на прошлом эфире говорили, неуловимого Джо. Который неуловим, поскольку он никому не нужен. Лишь бы новый чай, лишь бы какой-то оригинальный. Это, как правило, не работает. Да, там взять чуть-чуть, насыпать в баночку какой-то странный чай, его высыпать, сказать, какая-то непонятная вещь, в это поиграть. Можно. Но это не для питья. То есть то, что мы впускаем в себя внутрь, то, что мы пьем, то, что становится частью нас, должно быть для самого-самого высокого качества. Но на мой взгляд, например, хорошо удивлять, вот я, меня в свое время он удивил, и я всегда этим чаем, когда хочу людей удивить или порадовать, я его достаю. Это вот Цинчиншан Сюья. Снежные почки с чистых гор, монастырский чай, зеленый, так называемый. Малоизвестный регион Сичуания. Ну, среди большинства любителей знают горы Эмей, знают горы Миндин, горы Цинчиншань мало кто знает, а чай с них пробовали единицы. Вот, можно... Великие знатоки пробовали, удивляются, можно бы их добавить. Да, можно сейчас сделать просто эксперимент, люди берут там клавиатуру, набирают Цинчиншань Сюья, Снежные почки с чистых гор, ну вот, и смотрят на результат, что там, есть он в русском в Рунете или нет, его там нету. Найти это одно, а попробуйте это другое. То есть, это реально стоит того, чтобы попробовать. Да-да-да, это не неуловимый Джу. Это яркий, густой, классный чай с очень интересным соотношением качества и цена, поскольку район еще не такой раскрученный, допустим, как горы Эмей или Миндинские горы, и при равном качестве там чай еще и отличается особым соотношением качества и цена. Ну, особым ароматом, особым вкусом, вообще уникальный. Аромат, вкус, там все есть, что должно быть, внешний вид оригинальный, он на нити на такие длинненькие похож, когда первый раз увидел Вот, например, кто любит зеленый чай, его этим можно удивить. Кто любит улуны, чем можно удивить, опять же. Ну, я думаю, что в зеленых чаях там много чем можно удивить. Нет, ну, я говорю о том, что... Просто сделали намек на конкретный чай, чтобы не сильно распыляться, иначе человек просто запутается в количестве раз. Понял. Ну, что-то самое редкое я это обозначил. В булунных, например, в булунских чаях, во-первых, оригинальный Тайвань всегда удивит и порадует, и может расширить границы представления человека о этом островном чае. Потому что тайваньский чай очень часто имитируется, копируется на материке и странах Юго-Восточной Азии. А там таких климатических слой, как на Тайване, нет, и чьи ничего не несут в себе, кроме названия тайваньского оригинального. Поэтому, когда у вас есть дома оригинальный тайваньский родной улун, или, например, там, высокогорный улун с горы Лишань, допустим. Или какое-то классное Лишань улун. Ну, там, чьи по названию гор, как правило, называют. Что такое классное Альшань? Вот, прошу прощения, что перебиваю, очень часто забиваем, допустим, Алишань. Ну, Лишань значительно меньше, да? Алишань продают вообще кому ни по пути. Нет, но в плане забивания, я думаю, результат будет близкий. То есть, и того, и того продается очень много, но просто в основном это имитации материковые. Надо сказать, что китайцы стали лучше подделывать в последнее время чьи, то есть, они совершенствуются в этом искусстве, но удовольствия от такого чая получаешь немного сравнить с оригиналом. Василий, как понять? То есть, давайте так, вот, условно говоря, человек пришел, говорит, я хочу понять, что продают там, что продаете вы. стоит ли ему порекомендовать там взять, условно говоря, там 10 грамм у нас улунов тех же тайваньских, посмотреть, что это такое и с радостью купить где-то еще там в нескольких местах для того, чтобы сравнить и понять вообще в чем же такое серьезное отличие. Вообще, как ориентир, как, да, вот ориентир, должен быть всегда некий талонный чейн, на основании которого человек мог бы воспитать свой вкус и сделать последующий выбор. В том числе, может быть, если в воле судеб там в Китай или на Тайвань человек попадет, внутри Тайваня продается ненастоящий тайваньский чай в довольно большом объеме, особенно в городах. Ну, значит, что они найти, скажем так, хороший, качественный чай. Да, 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 доходит до абсурда. То есть, они вывозят с материка свой чай, называют его своим именем, свой чай имеется в виду сделанный... С материка мы имеем в виду из Китая непосредственно. Китая, да, да. Ну, или откуда из Юго-Восточной Азии. То есть, делают там производство тайваньских чаев, привозят их на остров и продают их как тайваньский. Что такое производство тайваньских чаев? Это же не производство тайваньских чаев, или вы говорите про сорта? Про сорта? Нет, вывозят технологию и из местного сырья в другом... Тайваньского сырья? Нет, нет, из местного сырья. А, из местного, да? То есть, не то, что они кусты из Тайваня вывезли, посадили, расплодили. В принципе, и кусты тоже высаживают в странах Юго-Восточной Азии, например, тайваньские сорта. Но суть от этого не меняется. Что-то там сделали, вернули обратно в Тайвань, да? Да, ну, просто это не настоящие. А для того, чтобы сформировать свой вкус, нужно пробовать хорошие образцы. Значит, почему не настоящие? То есть, в чем такое сильное отличие? Ну, те же самые сорта, та же самая технология, да, там, и так далее. Что произошло, когда взяли и вывезли? Ну, место, почва, микроклимат, какие-то, ну, навыки в обработке чая. Все равно большинство людей, которые делают чай качественный, классный, они от этого формируют и собственное благополучие тоже. Не зачем особо далеко уезжать из тех мест. То есть, они остаются непосредственно на родине, где делается высококлассный чай и занимаются его производством, да? То есть, с поколения по колени. Понятно. Хотел бы поговорить о таких вещах. Можно ли удивить друзей какой-то посудой, какими-то принадлежностями, да? Да. То есть, вот человек пришел, что мы должны такого разложить, показать, чтобы человек пришел, сказал, что классно. Ну, вот, кстати, вот эту штуку тоже нужно обязательно использовать. Это такой ритуальный предмет, классный, вот он дремит, отлично, из бамбука. Вот, бывает из дерева различного, бывает из кости, даже из металла. Мы о нем, кстати, не говорили. Это называется вообще чадзюй, чайный инструмент или по-другому называют чадзюй, чадао. То есть, это позволяет вам, использовав его, взаимодействовать красиво с чайной предметной средой. Ну, вот это, например, дзятзы называются, щипцы. Они сделаны из бамбука. Они дают возможность взять, например, чашечку этими щипцами вот таким образом элегантно. Вот, и ее можно гостю, который в чаепите участвует, таким образом подать. Вот, а полотенце ее такими круговыми движениями, ножку чашки вытираешь и передаешь гостю. Вот, и так можно всем гостям раздать. Правильно. Это тоже вызовет улыбку. Это будет ваш такой индивидуальный прикол, опять же, особенно для неофитов, кто этого никогда не видел. Можно куда-нибудь спрятать, я даже рекомендую изначально от друзей, потом доставать по одному предмету, а в конце там колбу саму достать, вот вазочку, вот, ложкой. Заинтриговали. Правильно я понимаю, что вот это вот дзя, а это дзы. Наверное. Вот. Интересно. Вот это, кстати, нужная тема, вот чайная игла тоже. Вот напоминает, может быть, издалека там палочки. Это опасно. Палочки для еды, да, ну, как оружие можно использовать, как все острое, тонкое. Ну, вот, конечно, опасно. Глаз напрягся. Есть опасные сорта, есть опасные инструменты. Ясно. Вот помогает пересыпать чай вот из чайной ложки. Или из пакетика непосредственно, да. В чехе там, ну, так далее. Один чай заваривал, я его так насыпать и не смог. Он до того мелкий. Они же очень запутываются иногда. Да, 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 они сцепились друг с другом. И я их так пошевелил, и вообще все было отлично. Что еще привлекает внимание друзей из какой-то чайной утвари, чайной посуды? Вот что можно использовать для того, чтобы это было интересно? Ну, во-первых, конечно, и для себя, но в том числе и люди приходят и чаще всего удивляют. Вообще друзей больше всего привлекает, естественно, то, что мы им передаем. Наша любовь, наши отношения. А эта любовь и отношения, оно все равно в пространстве выражается через вещи, как ты правильно говоришь. Вот, ну, чабань, чайная доска, например. Она образующий некий символический центр чаепития. Вот мы говорили про чайный уголок, но не все, допустим, пойдут на то, чтобы сделать там специально какой-то чайный уголок. Потом некоторым это, в принципе, неинтересно. Уносить какие-то восточные, восточный колорит. Ну, кому слышно, сложно. Телестику собственного жилища. Это необязательно. Потому что дух чая, дух свободы, невовлеченности, чистоты. Главное, чтобы был хороший чай, была интересная посуда. А уголки, как бы, это по желанию. Ну, и полезно. Хочется, делаем, чтобы окунуться в этот восточный, в чем-то, может, псевдо-восточный колорит. Не хочется, не делаем. А что нужно? Так. Я вот считаю, что, когда вы пригласили друзей, хорошо, классно сделать такой небольшой чайный театр. Как он будет выглядеть, этот чайный театр. Ну, вот это мы сейчас сдвинем, как будто у нас тут ничего нету. Давайте. Вот. Чашку тоже уберем. И сейчас мы нашу театральную площадку организуем. То есть, у нас ничего нет. Вот. Либо стол есть обычный. Вот так мы можем сделать? Ну, можно. Вот. Либо даже на полу, на ковре. Вот. Собрали наших гостей. Рассадили их там на стульчиках или на подушках. Или посадили на диване. Потом вы куда-то уходите. Или заглядываете в шкаф. И достаете. Да, Василий, вы имеете в виду напряжение. Вот такой. Достаете вот такой предмет. Так. И ставите его, например. Так. Уже с водой там все переливается. Или воды там нет? Да. Воды там нет. Ну, как бы нам сейчас некуда ее уйти. Меня это привлекает, реально. Да. То есть, водичка там переливается. А можно и воду налить? Ничего в этом так. Очень красиво. Тоже свое рода тема. Вот ее можно поворощать. Можно найти интересное место. То есть, сразу все будут на это смотреть. То есть, собирает внимание. Ну, как бы люди, которые не знакомы с чайной церемонией. Да, я смотрю, что будет происходить. Что будет происходить с ними. Да, потом потихонечку там. У вас есть там своя какая-то любимая коробка с чайной принадлежностью. Вы ее кладете рядом. И начинаете потихонечку доставить. Вот баночки, о которых мы говорили. Из которых мы будем нюхать чайный аромат. Чайные инструменты. Чайную коробочку. Вот. И потихоньку наши чашки. Чашки. По числу гостей. Чашки, на самом деле, тоже представляют определенный интерес. В зависимости от того, какие они. Можно каждому гостю свою чашку подобрать. Да, это интересно. Какой-нибудь дядька такой придет основательно. Ему такую потолще побольше. Девушка изящная. Ей какую-нибудь там тонкостенную чашечку. И каждый будет... Вот. Можно подобрать с рисунком чашки с определенным. То есть, как на востоке этому значение придают. То есть, какой смысл есть, допустим, в рисунке. Ну, лотос там, это как бы просветление или это очищение ума. Там рисунок сливы. Это пожелание стойкости в период невзгод. Ну, можно так раздать как бы, а потом так как бы не означает прокомментировать этот узор. И вот вы знаете о том, что для каждого человека это будет иметь значение. Ему будет приятно это слышать. И вы тем самым благо пожелательно формируете некий такой посыл. И у него будет в жизни в большей степени сопутствует удача. Как-то будет все правильно складываться. А потом можно и чашку подарить. Например. Вау. Каждому из друзей. Вообще круто. Я на самом деле вот за всем этим наблюдаю действом. Понимаешь, что хозяин, кто пригласил друзей, он уже мудрец. Конечно. То есть и чашки подбирает. И гайвань собирает. И это все распределяет. И каким-то образом непосредственно к человеку это все примеряет. То есть это же, ну, уникальные какие-то способности. Ну, мне кажется, что если мы к сердцу прислушиваемся и в любви как бы это все делаем, во внимании. И сами тему изучили, показываем не то, что в чем мы ничего не понимаем. А когда мы имеем уже некую базу. Вот. Ну, и внутреннюю какую-то определенную чуткость. А база точно стоит нарабатывать? Ну, стоит, чтобы уметь, ну, как сказать, есть внутренние наши качества. Есть внешние, на что мы переносим, на что мы его направляем. И есть то, что нам помогает. Чай это великолепный помощник. И предметная среда, которая чай окружает, она тоже помогает нам взаимодействовать с нашими знакомыми, с нашими друзьями. Делать наши совместные проживания жизни более приятным, более непосредственным. А зачастую помогает решить какие-то более сложные, серьезные, а порой философские задачи. Я понимаю, что мы уже озадачили наших зрителей. Но, тем не менее, хотелось бы еще один вопрос попросить. Мы практически все говорили о том, когда к нам пришли друзья. То есть, они пришли, у нас есть одно, другое, где-то пространство организовали, принесли, показали. А если мы куда-то приходим, меняется ли что-то при этом? То есть, мы пришли, нас пригласили, и мы решили там дать хозяину. Там, на самом деле, другая тема возникает, очень классная. То есть, чай как подарок друзьям, другу. Или, допустим, мы дарим даже не сам чай, а чай предметной среды. Или хотим, чтобы человек включился в чайную тему. Можно подарить чайный набор, допустим, и человеку рассказать о том, как с чаем взаимодействовать. Ну, и чай, естественно. Да. Вот, если мы здесь имеем уже какие-то определенные науки. Это классно. И, по ходу дела, рассказать, показать, как это сделать. Да, потом есть определенный символизм в чайном подарке. Например, в Китае, в китайской традиции, чай исторически считалось, что хорошо дарить тем, кто вступает в драк молодоженам. Потому что чайное дерево – это символ постоянства, верности. И этот подарок имеет большое символическое значение. Ну, на самом деле, могу добавить, что я ни разу не встречал людей, которым дарили чаи. Действительно, хорошие чаи дарили. Даже просто чаи дарили. И люди были разочарованы. Говорили, что это за подарок, там вообще что-то непонятное. Всегда, вот сколько я не видел случаев, причем со стороны, с моим участием как-то вовлеченный в одну и другую сторону, люди всегда радовались. Говорят, классно, то есть подарок здорово. Ну, это всегда радость к месту. Есть исключения, естественно, то есть, ну, бывает редко, конечно, в России это, ну, что люди по каким-то причинам вообще не пьют чай. Но там есть тоже выход. И я вижу их как минимум два. Начинается. Мы сейчас сегодня эфир не закончим. Вот два выхода из этой ситуации. Хорошо. На самом деле вопрос-то такой довольно сложный. Интересно. Вдруг не пьет чай подруга или друзья, а подарить чай хочется, порадовать их. Что делать? Есть два варианта. Так. Почему не пьет чай? Первый вариант, что, допустим, человек пьет кофе. Неистово, страстно, упорно. Вот. Можно ему подогнать чаек, который имеет вкус кофе, но в который кофе не добавлен. Я так несколько раз делал, люди просто были в полной, в полнейшей радости, удивлении. Что это? Еще попили, и у них еще и послевкусие, как кофе с мороженым, как кофе с молоком. Но не буду говорить, какой сорт, это секрет. Потом напишут, спросят, я обязательно отвечу. Хорошо, это мы оставим тогда на зрителей. Помимо всего прочего, пробуя после этого кофе, кофе уже не хочется. Нет, во-первых, он сильнее по действию, дает энергетический заряд не меньше, и по спектру ароматов пошире. Вот. Так. Заинтриговали. Вполне, там, с каким-то знаменитым, там, blue mounting сопоставим, не хуже. Заинтриговали. Хорошо. Как минимум. Второе. Вот. Второе. Люди духовно продвинутые. Вот. Ну, там, как бы, серьезно практикующие какие-то вещи, в которых говорят, что чай пить нельзя, это там дополнительные стабилизации. Что такие есть? Ну, да, есть, да, есть такие люди. Первый раз такие. Духовные люди. Просто ты не встречал, наверное. Понял. Да, я с такими никогда не сталкиваться. Вот. Но суть не в этом. Чуть иронизируем, это право человек, но не пьет он. Вот. Или пока не пьет. Так можно в эту тему влиться за счет применения, допустим, всевозможных чайных, нечайных добавок, цветов. В Китае есть огромный спектр. Они разноцветные, красивые, классные. Они не содержат ни теина, ни других каких-то веществ тонизирующих. Они каждая со своей направленностью. Розочки, они бутонные, погорячее. Хризантемы. Они хорошо охлаждают, дают эффект влажного глаза, снимают жар, напряжение. Допустим, есть Денинхуа, такая травка, соцветия жимолости. Это вообще сильнейшая противопростудная тема и крайне тоже по-своему вкусная. Есть Кудин, который аналог маты. Вот, кстати, вот еще если есть друзья, которые пьют мат и не пьют чай, можно им подогнать листочки с того же самого падуба, только который не в Парагвае растет, а растет, допустим, где-нибудь в Китае на Хайнане, в Гуанси-Джуанском там округе автономном. И сказать, а вот твой маты только из Китая. Он спросит, а как же это, мой маты выглядит по-другому? Там такой мелко нарубленный порошочек. Вот, ну а китайцы же листья любят, они их скручивают, там обычные либеретина или в шарике, они красиво раскрываются. Борьки, конечно, но классные, полезные, считается любимый чайный напиток китайских докторов. И вообще Кудинчик так иметь в своей домашней коллекции здорово. Вот и тут можно выйти из ситуации. И глядишь, они сначала начнут пить такие цветы, а потом чаем заинтересуются, может быть. Да. И поймут, что это не настолько вредно. А может просто чай был плохой. Ну реально, за сегодня сильно заинтриговали. Столько возможностей, полезностей относительно того, что можно сделать с чаем и со своими друзьями в том числе. Да, ну дарить вообще чай очень классно. Согласен. Вот, а пить с друзьями еще лучше. А еще, а можно еще дарить специально на самом деле чай. Можно подарить чай человеку, а он потом тебя будет приглашать в гости и пить его вместе с тобой. А вы каждый раз приходите и говорите, слушай, я попробовал тут новый уникальный чай. Не, или сказать, например, а ты, допустим, без меня не заваривай, потому что ты не знаешь всех нюансов. Все нюансы не сразу рассказать. У человека должен быть свой путь, да, потом будешь к нему приходить, заваривать чай и пить. Классно, классно. То есть, находясь чуть-чуть впереди планеты всей, можно давать какие-то нюансы, которые будут раскрывать... Ну и вообще, конечно, если ты даришь посуду чайную, нужно получить базовые навыки заварения самому. Нужно знать, как это делается. Это вполне реальная ситуация. Да, и нужно как-то за этим за всем немножко следить. То есть, чтобы вдруг они там не остались где-то забытые на полке. На что меня навеяла наша вот прям последняя нотка относительно того, что вы сказали. Мы ни разу не показывали, не рассказывали чайные добавки. Да, то есть, в принципе, наверное, стоит о них как-то сказать. Ну, один раз показывали, но вскользь. Вскользь. То есть, может быть, мы сделаем один из эфиров такой? Подобавлю? Мне кажется, да, будет интересно. Покажем, расскажем каким-то образом, спасаем. То есть, на столе реально может быть коллекция что-то интересного, красивого и так далее. Ну да, и расскажем, как можно с ними работать, взаимодействовать и в чистом виде как их заваривать. Там у каждой травки есть свой нюанс. Итак, друзья, на этой прекрасной ноте мы сегодня с вами прощаемся. Да, и задавайте вопросы, мы на них ответим. Да, и если мы что-то не раскрыли, задавайте вопросы. Или недораскрыли. Недораскрыли, да, пожалуйста, милости просим. То есть, в ленте ниже вполне реально получите ответы на ваши вопросы. Да, и заваривайте чай. Сегодня, я думаю, мы показали процедуру заваривания в очередной раз. В этом нет ничего сложного. Достаточно иметь вот такую гайвань прекрасную, несколько чашек и обязательно вот этот вот чахай. Без чахая, как и без кота, жизнь не та совершенно. А завтра будет что-то очень интересненькое, мы вам припасли, поэтому не... Настолько интересно, даже я не знаю что. Ну, я вам расскажу. То есть, постарайтесь, чтобы ваше время завтра в 20.00 было свободно, и это будет что-то интересное. Всем пока.